Доля исправной техники в российских войсках повысилась. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе ведомственного селектора. Генерал подчеркнул, что министерство учло поручение президента о переходе на эксплуатацию военных машин по контрактам полного жизненного цикла. Ведомство совместно с поставщиками выявляет недостатки вооружения и технические неисправности. Министерство обороны отказалось от практики заключения государственных контрактов на поставку вооружения в военные и специальные техники, не прошедших соответствующие испытания. В результате предпринятых шагов нам удалось повысить показатели исправности вооружения и военной техники. Также министерство приступит к обучению личного состава, военные улучшат навыки эксплуатации, обслуживания техники. Между тем, потребность в специалистах высокого уровня по-прежнему ощущается, хотя популярность военных профессий в стране неуклонно растет. По словам министра, нехватки в студентах вузы не испытывают, они уже укомплектованы полностью. Мы учли дополнительную потребность в специалистах, которая связана с формированием новых соединений военских частей, оснащением войск современными системами вооружения и военной техники. За последние годы конкурс военной вузы существенно вырос. Сейчас на одно место претендует минимум шесть битуриентов. Это позволяет отобрать самых способных юношей и демшек. Ну а юные россияне все чаще обращают внимание на ведомственные довузовские училища. В последнее время растет популярность довузовских образовательных учреждений Министерства обороны. Это президентские, кадетские, суворовских военных, нахимовских военно-морских училищ и кадетских корпусов. Список довузовских организаций в этом году пополнился тульским, пополнится, тульским суворовским военным училищем. Также Сергей Шойгу затронул вопрос о модернизации флота. Уже создаются новые модели кораблей, которые по характеристикам должны превзойти западные аналоги. Продолжается обновление военно-морских сил страны. Планируется, что в текущем году военно-морской флот получит 12 боевых кораблей, 8 боевых катеров, 23 судна вспомогательного флота. Министр заявил о необходимости безусловного выполнения намеченных графиков. Это тем более актуально в связи с разработкой инновационных моделей авианосцев, десантных кораблей, эсминцев, вспомогательных судов. Конструкторские бюро страны уже создают проекты многообещающие. Среди которых выделяются десантные суда типа «Лавина», миноносцы «Лидер» и подлодки пятого поколения «Хаски». Это рабочее название. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова